Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Япцева, кандидат сельскохозяйственных наук, и сегодня мы поговорим с вами о осеннем внесении удобрений. Внесение удобрений – это всегда очень сложный вопрос. Многие не понимают, злятся, а что не понимают. Ну и напрасно, в принципе, вопрос-то сложный, но разобраться в нем, ну, как бы достаточно просто. Самое главное запомнить, что осеннее внесение удобрений, оно весьма условно. И всегда внесение удобрений зависит от конкретных погодных условий. Вот у нас на теперешний момент, последние декады августа месяца, но стоит 32-градусная жара с понижением температуры воздуха в ночное время до 14 градусов. Вроде бы все хорошо, все замечательно, но если мы посмотрим на почвенный термометр, то почвенный термометр на глубине 15 сантиметров у нас показывает сегодня 30 градусов. А это явное указание на то, что мы сейчас, вот вроде бы и можно было бы подкормить, например, кукурузу. Да, она созревает, и вроде бы как раз для нее вот сейчас актуальны и калиидные, и фосфорные удобрения. Но делать этого нельзя, потому что температура почвы у нас 32 градуса. А калий у нас усваивается от 13 градусов, плюс 13 в почве, да, на основной, на глубине залегания активных корней, до плюс 25 градусов. Если температура почвы выше, ни калий, ни фосфор не усваивается. Для фосфора температура еще более ограничена от 16 до 25 градусов, но уже при 23 градусах, да и при 16 это не очень хорошо проводится. Что же делать? Ну, однозначно в жаркую, сухую погоду нельзя вносить удобрения. Если у вас там острая, там прям нехватка какого-то элемента питания, да, нехватку фосфора всегда легко обнаружить, если это крайняя нехватка фосфора. По антоциановой окраске. Антоциановая окраска – это такие багряные листья, да, краешки листьев могут быть, ну, такие бордовые. Калия нехватка тоже, на листьях это проявляется краевой ожог, то есть с краешку листьев начинает засыхать. Но, во-первых, если у вас такое проявление, то это глубоко запущенный вариант, и до этого, конечно, нужно не доводить. Но все-таки, если такие вдруг условия сложились, выход, как всегда, есть. Значит, тогда вы можете это сделать только ночью, и вначале вы должны полить растение водой плюс 10 градусов, да, подождать полчаса, и тогда уже внести, ну, только раствор, да, потому что если у вас крайняя нехватка элемента, то вам нужно, чтобы этот элемент быстро был усвоен, да, и такие, то есть из твердых туков быстро растение так не усвоит, поэтому вам нужны водорастворимые формы удобрения, это могут быть хилатные удобрения, да и сейчас, в общем-то, много и в твердых туках, но водорастворимые удобрения, которые быстро растворяются, потому что вообще фосфорные удобрения плохо растворяются. Азотные удобрения вносить нельзя, потому что азот особенно на многолетних культурах. Ну и вообще осеннее внесение, скажем, актуально только для многолетних культур, так вот, ну, если вы рачительный хозяин, то острой нехватки, какого-то питания у вас не должно быть, а вот для многолетних растений это актуально, то есть внесение осенних удобрений в запас можно сделать, можно для многолетних, это и кустарники, это и деревья, можно и нужно еще вносить соли, железо и цинка, да, бор тоже можно в запас вносить. Пока листы есть, эти элементы хорошо усваиваются через листья, любые внекорневые обработки делаются тоже при определенных погодных условиях, температура воздуха не должна быть ниже плюс 15 градусов, значит, и это вечерние часы, да, потому что вечерние часы, ну, собственно говоря, лист активный и бывает только до момента, когда у нас температура, дневная температура не опускается выше плюс 15, плюс 10 градусов, ночью снижается температура, но вы, наверное, наблюдали, что даже если температура понизилась до плюс 8 градусов, например, у огурцов в первую очередь будет отмирать, то есть все теплолюбивые культуры, у них отмирает лист, поэтому вот их можно использовать как индикаторные растения, да, если у вас фасоль уже сбросила листья, огурцы, естественно, уже в первую очередь вы сбросили, лист засох, то есть перестал жить, значит, вот это сигнал к тому, что температуры воздуха понизились. Ну, и почему мы вносим, значит, потому что железо, цинк, бор, это все те элементы, которые морозостойкость поддержит у растений, ну, а фосфор и калий мы вносим в запас. Фосфор у нас малоподвижный элемент, он плохо передвигается в почве, если правильно его вносить, то, в принципе, нужно прокапывать такую канавку, да, вот, ну, сейчас, допустим, осенью, так, чтобы фосфор попал на глубину залегания корней, именно активных корней, тогда это будет все всасываться. Калий в большей мере передвигается, тем не менее, если вы твердыми туками внесете калий, то, в принципе, его останется, ну, процентов 30 всего лишь от внесенного, поэтому особенно осенние дозы не должны быть высокими, лучше их вносить по весне, ну, а весной уже, скажем, мы отдельный ролик снимем и расскажем, как вносятся фосфорные и калийные удобрения. Что еще можно осенью сделать, но это уже позже, тогда, когда температура опустится до нуля градусов, ну, и, скажем, может быть не ноль, но похолодает, и, ну, вообще, как раз стартовым моментом считается ноль градуса, потому что тогда пора наступает внесение негашеной извести, вернее, извините, гашеной извести. Негашеная известь, она, ее можно вносить, но это опасно для здоровья, она может обжигать, поэтому лучше гашеная известь, и гашеная известь, она всасывается, растворяется лучше при низких температурах, ну, и, естественно, почва ассормируется лучше, то есть более активная, она именно как раз, это исключение всех удобрений, она активна более при низких температурах, и так как кальций – это осадочная порода, осадки будут выпадать, потихоньку будут промываться и вмываться в почву, понижая кислотность почвы. На суглинистых почвах, это касается всей средней полосы, как раз большинство суглинистых легко, тяжело, там, средних суглинков, но это суглинистые почвы, и на всех суглинистых почвах это очень актуально. Ну, вот, собственно говоря, это такие вот основные моменты. Что еще можно из удобрений вносить? Естественно, это органические удобрения, да, вот органические удобрения сейчас можно, допустим, если у вас есть складированный компост, то, пожалуйста, вы можете как раз освободиться какое-то время, да, вы отплодоносили, допустим, кусты смородины, крыжовника, вы осторожненько можете, ну, я делаю это, допустим, один год с одной стороны, второй год с другой стороны куста, то есть до половины, если вы поведение своих кустов лучше знаете, какие культуры там у вас расположены, может быть, рядышком там что-то может вмешать, треть, допустим, кроны куста подкопали, внесли органику, перепрежший компост, это все может замечательно усваиваться. Свежий навоз сейчас вносить нельзя, да, потому что, почему? Потому что там очень много азота, азота, азот очень легко усваивается, и если вы внесете свежий навоз, естественно, это подхлестнет, даст вторую волну роста, а особенно если вот, как сейчас, сухо и тепло, жарко даже, а потом, допустим, пойдут дожди, и температура снизится до таких вот оптимальных значений, там 16-18 градусов, то как раз пойдет вторая волна роста, и это особенно опасно для многолетних растений, потому что это подхлестнет осенний рост, начнут появляться молодые побеги, естественно, они не вызреют, и через посредством вот этих неодревесневших тканей растения подмерзнут, и вы вместо пользы принесете только вред. Поэтому речь идет только о перепревшем компосте, либо можно еще, допустим, у вас остались какие-то пожнивные остатки, да, это солома от любых зерновых, может быть, кто-то спалывает траву, эта трава высохла, вот тогда, пожалуйста, вот эти вот, значит, органические материалы вы можете вносить, единственное, что для этих материалов тогда лучше их обработать, например, ну, какими-нибудь бактериальными препаратами на основе триходермы. Ну, собственно говоря, вот у меня все. Главное, чтобы вы запомнили, что да, сейчас можно подкармливать фосфором и калием, значит, многолетние растения, однолетние, двулетние растения, только если они того требуют, и обязательно должны быть подходящие температурные условия. Ну, в общем, я желаю вам удачи, грамотно вносите удобрения. До встречи на канале Процветок. С вами была Тамара Япцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова